Индекс доллара за предыдущие две сессии потерял более 2%. Главной причиной бегства инвесторов из столь популярного актива стала вероятность экономической рецессии в Соединенных Штатах. А главной причиной этих опасений выступил отчет по занятости в американской экономике. И дело не только в нежнослабых показателях, отражающих количество новых рабочих мест. Если проследить уровни индикатора с января по июнь, то все они, за исключением марта, были откорректированы на понижение. И если эта тенденция сохранится, то июльские 114 тысяч тоже могут через месяц уйти в еще меньшую сторону. То есть отчет по рынку труда США вызвал сразу две реакции. Во-первых, американская экономика не защищена от рецессии. А во-вторых, американский Центробанк явно опоздал с началом снижения своей процентной ставки. Ну а мы пока давайте выясним, как могут повлиять на расстановку сил в главных валютных парах экономические новости, которые выйдут с 7 по 9 августа. Вы смотрите видео календарь трейдера. В начале торговой среды рынки получат отчет о торговых балансах двух топовых мероприятий экономик. Номер 2 и номер 3. Причем и Китай, и Германия торгуют с профицитом. То есть продают больше, чем покупают. Например, профицит торгового баланса Китая в минувшем месяце составил чуть более 99 миллиардов и стал самым высоким показателем с июля 2022 года. При этом экспорт рос самыми быстрыми темпами за 15 месяцев. И судя по выставленным прогнозам, в июле профицит торгового баланса все-таки снизится. Поэтому китайский юань тоже окажется под давлением. Пойдет вниз и курс главной валютной пары евро-доллар, если оправдаются прогнозы по уровням торгового баланса в Германии. Вторая в мире и ведущая в Европе экономика страны показала в прошлом месяце самый большой профицит за прошедшие полгода в районе 24 миллиардов 900 тысяч. Однако он был достигнут тем фактором, что и экспорт упал меньше, чем импорт. То есть оба показателя сократились на 3,6 и 6,6% соответственно. Так что выставленные прогнозы на снижение логически продолжают намеченный ранее тренд. А евро-валюта в этом случае тоже ждет умеренное падение к доллару США. Также в этот день цена американской валюты по индексу может найти поддержку в статистике из Канады. Там выйдут данные менеджеров по закупкам. Учитывая, что в июне этот индекс очень сильно оторвался от прогнозов 53 пункта и подскочил до отметки 62,5, канадская экономика должна была находиться в стадии роста. Однако новый июльский отчет ожидается уже в районе 60 пунктов. А вместе с понижением индикатора упадет и канадский доллар, который является одной из шести валют индекса доллара США. Экономический календарь четверга 8 августа не отмечен особо заманчивыми для валютного рынка отчетами, разве что данные по первичным безработным в Соединенных Штатах могут поднять волну волатильности. Несмотря на их второстепенные данные, все показатели по рынку труда США сейчас находятся под самым пристальным пониманием. Поэтому ожидаемое повышение с 249 до 250 тысяч будет воспринято долларом как еще один голубиный сигнал и отправит его курс вниз по торговому графику. В пятницу 9 августа выйдут отчеты по уровням инфляции в Китае, Германии и некоторых других странах. Причем китайская экономика находится в стадии дефляции. То есть цены в стране снижаются из-за падения производства, потребительского спроса, а также слабого рынка труда. Именно поэтому рост цен в июне упал до 0,2%. Для сравнения, в предыдущие два месяца он составлял 0,3%, а прогнозы ожидали подъема на 0,4%. Такой же уровень роста цен в Китае выставлен и на июль. В случае его подтверждения не только произойдет укрепление юаня, но и валюты выступающих его ликвидными заменителями на внешнем рынке – доллара Австралии и Новой Зеландии. Ждут июльского повышения цены в Германии. Правда, здесь экономическая картина гораздо более благополучная. И предыдущие показатели роста на 2,2% и возможный подъем в июле на 2,3% находятся очень близко к целевым 2% Европейского Центрального Банка. Так что повышение цен Германии, если вызовет рост евро, то очень и очень умеренным. Также в конце этой недели будет отчет по росту инфляции в России. Ожидается, что уровни цен в годовом исчислении поднимутся с 8,6% до 8,7%. При этом в прошлом месяце инфляция выросла по всем секторам. На услуги на 8,8%, товары на 8,5%, продукты питания на 9,8%. Так что новые более высокие значения июля поднимут эти цифры еще больше. В таком случае российский рубль может укрепиться на ожидании более высокой ставки монетарного регулятора страны. А о том, как на самом деле будут развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших регулярных информационных видео на канале ИнстаФорекс ТВ. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Продолжение следует...